Добрый день. Всем для начала я скажу добрый день. Меня зовут Кирилл Данилов. И сейчас уже можно сказать, спустя три года от нашей последней встречи, что я являюсь ведущим звеном в первом беговом сообществе Кстова Ранинг. Нашего небольшого городка, города Кстова, который мы создаем по крупицам вот уже почти три года. И то есть у меня как бы она такая команда составная. Она из горожан и из заводчан. И теперь это у меня уже большой коллектив. Уже порядка сорока человек. Ну совместно. Мы любители, мы просто бегаем для кайфа. У нас есть результаты, есть результативные люди, есть люди и кандидаты в мастера спорта по легкой атлетике, как-то в прошлом. Но у меня нет цели как бы показать результат, у меня другое. У меня вот как-то вот сплотить, объединить, что-то создать, что-то придумать. И вот у меня такая мысль. А почему бы не совершить такой, как вот паломнический пробег, такую длительную, изнуряющую тренировку, мне хочется объединить храмы Кстовского района вот тропкой, одной тропкой, чтобы вот я выбежал, например, с вишенок и через весь Кстовский район, вплоть до работок, с работок там через безводные назад сюда, большую ельню и вернуться опять в вишенки. Просто пробежать по храмам, зайти в храм, пообщаться с батюшкой, сказать, батюшка, я вот хочу посмотреть, как вы живете здесь, в разных уголках своего родного края. Я Кстовский, здесь вырос, мне интересно. И тут совершенно случайно в ВКонтакте попадается группа. Кстовское благочение, там молодежь, благочение и молодежь, там все совместно. И на всех фотографиях Кирилл Фокин, батюшка из старого Кстова, отец Кирилл. И мы с ним вот сознакомились, он говорит, это очень интересно, все хорошо, идеи классные, денег нет. С Божьей помощью побежишь. Те, кто бегать не могут, могут поучаствовать рублем, не возбраняется. Ну, люди так и делают, и здорово, и я рад, и у них как бы совесть чистая. Я, говорит, не побегу, но я тебя проспонсирую. Да и слава Богу, я рад. И сейчас в итоге я сделал 47 километров, это прям вот каратинечко, каратинечко, прям вот все, что рядом с Кстова. Вишенки, Мокрая, Ликеева, Безводная, Великий Враг, Приволжский. Это самый малый круг, который я мог сделать. Первый легкоатлетический крестный пробег по святым местам. Так вот он первый, и еще потом я добавил фразу, ежегодный. Хочется сделать, чтобы это было ежегодно. Для всех абсолютно. Для любителей покайфовать, пообщаться, провести время с какой-то пользой. Потому что ведь помимо того, что мы просто будем бежать, общаться, ну, увидеть храм, вот для меня, например, мне интересно. Какая-то польза. С батюшкой поговорить, может быть, ну, с настоятелем. Может быть, какую-то историю этого места. Почему здесь храм стоит или как-то. Мне вот интересно. Просто изначально, когда я пришел, у меня была сформулирована мысль. Я хочу посредством своего действия, своего бега, приобщить свою аудиторию, маленькую, пусть незначительную, но очень дорогую мне, и там есть хорошие люди, которые, может быть, не так часто бывают в храме, чуть-чуть поближе их сделать к храму, к церкви, к святым отцам. А они ведь хорошие люди. Ты просто вот побежал на зарядку, и по пути ты забежал в храм. Тебе там плохого слова никто не скажет, тебя не отчитают, тебе не скажут, ты что здесь делаешь. Это же для меня вот, и мне хочется, чтобы это так было, и я в это верю, что в храм может зайти любой человек и просто там побыть. Вот чтобы люди понимали, что это все рядышком, что можно просто существовать, быть, жить, заниматься проблемами своими, прямо вот быть занятым и на пять минут зайти в храм. На пять минут. Раз и класс. Что будет в этом году, это просто общение. Маршрут разделен на равные участки, примерно 8-10 километров, и, ну, это час. То есть вот 40 минут, час бега и встреча с отцом. Разговоры какие-то, какие-то, может быть, он скажет слова нам напутственные. То есть хочется вот общения с батюшками. Побежим в разговорном темпе, это от 6 до 6.30. То есть абсолютно спокойно. Мы выберем темп под самого медленного бегуна. У нас же не спортивное мероприятие, то есть показать результат, а у нас именно такая как ознакомительная экскурсия. Я хочу, чтобы вот мы бежали и друг другу что-то говорили, чтобы у нас это откладывалось, чтобы это вот куда-то записывалось, записывалось. Цель-то какая? Привлечь, привлечь внимание, что вот есть храм, пойдемте сходим. И если мы будем тут рядом находиться, об этом говорить волей-неволей, у кого-то да отложится. Дай бог, нет, я надеюсь, что это все не просто так. Это сейчас пока действительно я как слепый котенок просто тыкаюсь куда-то. Мне вот интересно, изведать надо. Вдруг это во что-то перерастет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Нам очень приятно, что вы с нами. Нам очень приятно, что вы нас поддержали, нашу инициативу. И давайте сотрудничать в этом направлении. И нам нужны только люди, инициаторы. Благие дела делать надо вместе, я считаю. Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо, Уска.